День Города 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 Поэтому задача сделать вот такую медицину кураторскую. То есть подсказать человеку, когда, куда, причём всё это бесплатно, подчёркиваю. И это позволит, прежде всего, усилить звено профилактическое, ведь главное это своевременная диагностика и профилактика. Не столько, как пока лечение, это уже более печальный вариант, если ты до этого... И отодвинуть этим болезни, уменьшить количество заболеваемости, ну, количество больных даже в городе. То есть за счёт усиления профилактики, своевременной диагностики и назначения тех или иных средств профилактики. Вот, кстати, сейчас, например, осенний период, надвигается очередной грипп и ОРЗ. Вирусы и прочее, да. Да, опять будут всевозможные вирусы и так далее. Что надо делать? Не ждать пока... Вакцину. Вакцина. Вакцинация, да. Мы всегда призывали вакцинации. Вакцинация, всё это хорошо. Кстати, что интересно, вот все заболевания ОРЗ, это есть естественная вакцинация. Да, да, да. Поэтому часто лечить, вот сразу антибиотиками, подавлять температуру не надо. Я всегда переношу это вот, ну, то есть болею так, в лёгкой форме. Да, то есть важен покой. Покой, правильно, питание. Вот это, потому что это естественная вакцинация, иммунизация. Поэтому это крайне важно. И какой дать совет? Ну, нужно усилить собственную иммунную систему. И какими методами это сделать, вот как раз в этом центре общественной приёмной, и подскажут. Не приёмам антибиотиков или других заморских препаратов. Насмотрим все рекламы по телевизору. Да, вот мы же каждый день видим определённый препарат, который широко рекламируется. Это правда, это правда. От всех болезней. Поэтому вот эта система курации, мы и хотим провести такой, если хотите, пилотный эксперимент с помощью докторов. Кстати, Роман Николаевич долго работал в институте онкологии. Да, да, да. И завтра будет там вот у нас лекция будет сотрудник института онкологии, вот Элина Вилиной Бахидзе, доктора наук в области старения и профилактики болезней системы репродукции для женщин, например. Ну и так далее. Поэтому вот эта система крайне важна, и мы попытаемся её внедрить в Санкт-Петербург. То есть, Роман Николаевич, я правильно вас понимаю, что будут специалисты широкого профиля, к которому будет обращаться человек, и уже этот специалист будет работать с конкретным пациентом, с конкретным случаем. Ну, конечно, один из специалистов сидит перед вами, это я. Да, да, да. Я буду лично вести приём и буду разбираться в ситуациях, с которыми приходят граждане и все желающие. То есть, от неврологии до... Окулиста. Да. До окулиста. Ведь, как сказал Владимир Хацкевич, важно задать направление, правильное направление. И будет создана специальная электронная база, вот, скажем, пришёл человек, на него заводится электронная история профилактики, история сохранения здоровья, не лечения болезней, да? У нас говорят, Министерство здравоохранения, заметьте, а не Министерство здравоохранения, то есть, главное, охрана здоровья. И вот эта электронная база позволит, ну, те, кто хочет, никому это не навязывается, всё это дело добровольное. Пожалуйста, кто дошёл до этого уровня понимания, что ты сам творец своего здоровья или нездоровья, тот, пожалуйста, обращайтесь. Ещё один такой можно практичный вопрос. А если вам нужны будут или вашим коллегам, докторам какие-то анализы, исследования, как это будет происходить? То есть, вы сможете брать исследование прямо в центре или же будете направлять какие-то другие медицинские учреждения? Нет, конечно же, мы будем рекомендовать обратиться к специалистам, которые делают те или иные исследования. То есть, будете направлять человеку, сказать, вам надо расследить за этим. Это, как называемое, другим словом, медицинское консультирование. Правильно, да. Да, первичное медицинское консультирование, которым сейчас лишены люди, которые, они не могут, например, получить первичную консультацию из-за большого количества людей в клиниках. Да, на 5 минут, по-моему, норматив, да? Да, да, но это нереально. А тут можно уже получить первичную медицинскую консультацию о необходимых методах профилактики и противодействия тем или иным процессам. А записаться на прием можно по телефону или же надо обязательно прийти? Вот именно по телефону. Можно записаться. Справки о работе. Да, давайте еще раз, как раз мы его подготовили, сейчас на экранах он появится. 640-06-14. Как раз, вот вы, друзья, видите номер телефона, поэтому смело можно звонить и записаться. Для гостей и проживающих людей в других близлежащих регионах это 8, 812, 640, 614. Владимир Хацкельевич, ну вот ту систему, которую вы обрисовали, как бы ясны плюсы, да, что один врач владеет полной картиной, а не так, что у нас пациент сходил к кардиологу, он ему одно назначил, да, сходил к невропатологу, тот ему другое назначил. Плюсы очевидны. Но хватит ли, если мы так пофантазируем немножко, у наших терапевтов широты образования и опыта, если такую систему вводить, допустим, у нас в стране? Вы знаете, это очень правильный вопрос, но вот мы начинаем вот эту работу, и там, в этой приемной будут работать только специалисты высшего уровня, то есть кандидаты и доктора наук, которые имеют определенную подготовку, кроме базового медицинского образования, которые прошли различные переподготовки, ну и в области геронтологии, хирургии, терапии, офтальмологии, и база наша лечебная Санкт-Петербурга огромная, ну вы знаете. Это правда. И мы подготовили специальные договора с конкретными учреждениями, которым мы доверяем, и там, где возможно будет сделать, ну где-то бесплатно, где-то за какие-то небольшие, может быть, деньги, платные услуги, ну это уже будет решаться вопрос, кто какой имеет статус, там страховка, ну эти детали мы будем дорабатывать. Но это попытка, вот именно попытка продвижения в плане увеличения ресурса жизнедеятельности организма. Вот сейчас только что проходила межминистерская конференция в Вене, в Австрии, где я присутствовал, и где было показано, что увеличение ресурса населения всех стран Европы, ну и, безусловно, России, возможно. И этот ресурс определяется где-то 15-20 лет дополнительных, причем не просто пенсионного возраста, а дополнительно активного. То есть, которому мы можем отнять. Абсолютно. Кстати, в Европе проблем больше, чем у нас. Это правда, я с вами полностью согласен. Поэтому и все в один голос, все министры социальных ведомств, всех стран в один голос говорили, что надо повысить ресурс жизнедеятельности населения. Если все будут пенсионеры, то нам не справятся. Даже они, богатые страны, озаботились. У них очень большое старение населения. Конечно. До 30% доходит в некоторых городах, понимаете. Поэтому и вот то, что мы начали, мы как часть Европы, безусловно, мы предлагаем свой путь. И мы, именно в Петербурге, в России, разработана программа, которую мы доложили в Вене, так и называется, программа увеличения ресурса жизнедеятельности человека, которая основана на научных достижениях ученых Санкт-Петербурга и России. И вот эта общественная приемная тоже будет пользоваться теми наработками, которые сделаны учеными Санкт-Петербурга и России. И в этом области мы оказались впереди Европы всей. Это радостная новость, конечно. Давайте продолжим разговор о здоровье нации, так в общем, сформулировать сразу после рекламы. Возвращаемся в прямой эфир. На канале Санкт-Петербург продолжается День города. Сегодня мы говорим о здоровье нации, тем более, что завтра в нашем городе открывается вторая в России и первая в Санкт-Петербурге общественная приемная по вопросам здоровья под эгидой общероссийской общественной организации Лига здоровья нации. У нас в студии главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Ховенсон и старший научный сотрудник лаборатории возрастной патологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Роман Пинаев. Владимир Хацкевич, мы с вами закончили на том, что у нас действительно кладезь и база очень большая научная. Если говорить в целом о здоровье, давайте говорить не нации, естественно, все, а конкретно о жителе нашего города. Как вы думаете, какие основные ключевые проблемы, которые должны решаться еще на стадии профилактики? Вот на ваш взгляд. Вы знаете, профилактика, прежде всего, касается вообще-то всех возрастов. Ну это понятно, да. Хотя я главный геронтолог, но я говорю, геронтология это для всех возрастов. Сохранение здоровья, и вообще начинается геронтология с возраста молодого. Скажем, вы старше 30 лет, скажем так, уже нужно думать о том, что делать. И как сохранить свое здоровье и молодость как можно дольше, ну так лет до 50, например, да, это было бы хорошо. Кстати, вот я хочу вам сказать, мы обследовали олимпийскую сборную по художественной гимнастике, ведомая Ирина Александровна Виннер-Усман. Да, да, да. Мы ими занимаемся уже два года, этими, этой олимпийской сборной, занимаемся эффективно. И что оказалось, когда мы их вначале обследовали, у них почти у всех были нарушения. Иммунитета, там, гормоны и так далее. То есть, ну это были огромные нагрузки, это ускоренное старение, это стресс. Несмотря на возраст 16-20-го года. Это молодые люди, да, уже имеют, что будет с ними через 40 лет, вы сами понимаете. Профессиональный спорт, он травматичен, не зря же говорят. А? Профессиональный спорт, он травматичен, не зря же говорят. Конечно, профессиональный спорт, это, в общем-то, путь к ускоренному старению, к сожалению. И поэтому, вот, они как раз казались такой моделью, очень хорошей, где была сделана диагностика, были определены их слабые места, была сделана генетика, то есть, определены генные предрасположенности, ну там, различным заболеваниям. И с учетом этого, каждой спортсменке индивидуально была назначена коррекция. И питание, и биорегуляторы, и какие-то препараты, что привело к сохранению, к уменьшению негативных воздействий на организм. И вот их выступление на Олимпиаде в Лондоне оказалось крайне успешным за всю историю. Они получили все золотые медали. И мы считаем, и самое главное, что, знаете, когда стресс, люди заболевают часто, ОРЗ и так далее, да, перегрузки, это была главная задача, ну, там, комплексные упражнения, где нельзя... Снизить уязвимость организма. Совершенно верно. И это удалось. И вот Ирина Санна-Виннер, так сказать, объявила нам благодарность, да, за то, что мы сумели обеспечить защиту организма вот этих девочек в сложный период. Еще, да, и поспособствовали золотым медалям. Да, все-таки, наверное. Простите за обывательский вопрос, а неужели можно измерить степень изношенности какого-то органа или же всего организма, или как проводятся исследования? Понятно. Вы знаете, мы применили, конечно, новейшие технологии. Что такое новейшие технологии? Это степень изношенности, совершенно хорошее слово, или степень постарения. Существуют маркеры старения. Например, уровень мелатонина, в котором научились вырубаться. Далее, длина теломер, это новейшие. За открытие теломер, теломеразы, была получена Нобелевская премия американцами три года назад. И уже этот тест по определению длины, ну, это ДНК, теломеры, это концы ДНК, и с каждым делением клетки сокращается. И это можно измерить и увидеть степень износа. Но всего организма или отдельных органов? Всего организма, да. Всего организма, да. И, конечно, отдельных органов. Для этого нужно, конечно, исследование ультразвуковое, исследование кардиограмма, специальное с нагрузкой, то есть не просто, так сказать. То есть это позволяет... Функция мозга, есть специальный прибор, который определяет степень утомления, если хотите. И поэтому, используя правильную аппаратуру диагностическую и для сердечно-сосудистой системы, можно уже увидеть степень, ну, так скажем, старения. Или это называется ускоренное старение. Или преждевременное старение. Ведь запас организма, наш организм, рассчитан примерно на 100 лет. Кстати, вот сегодня у нас в Петербурге проживает более 250 человек старше 100 лет. Но средняя длительность жизни, как вы знаете, гораздо короче. К сожалению, к сожалению. И вот этот резерв 30% практически имеет каждый человек. Но для этого нужно... Заботиться о здоровье. Заботиться. Это и питание, и физкультура, и правильная медицина, вот именно профилактика. Профилактика, диагностика, которая позволяет найти правильный путь для коррекции здоровья каждого человека. Роман Николаевич, я правильно понимаю, что вот по опыту московской приемной большинство пациентов это люди пожилого возраста? Не только. Не только? Не только. Есть люди и молодого, и среднего возраста, и пожилого возраста. Все приходят со своими проблемами, на которые пытаются найти какие-то вопросы, ответы. То есть, в общем-то, такой срез получается у вас за молодежь? Да, потому что все-таки старение, оно начинается не в 50 лет, а в 30, где-то вот уже процессы старения начинают преобладать. Еще нам... Да. Я просто хотел как раз в логичный вопрос дальше задать. Роман Николаевич, как вы думаете, какой будет наплыв вот с завтрашнего дня в общественную приемную в плане заболеваний? Петербург чем характерен, к сожалению, в печальном плане? Петербург, конечно, не отстает от России всей, это сердечно-сосудистые заболевания. Но, конечно, здесь на второе место, наверное, выходят заболевания дыхательной системы. Климата. Климата, да. Опорно-двигательный аппарат. И, конечно, онкологические заболевания, которые сейчас выходят на лидирующие места. А с чем это связано? Для меня, как обычного человека, далекого от медицины, всегда это было интересно. Почему онкология стала лидировать уже? Во-первых, образ жизни, во-первых, несоблюдение простых правил, неправильное питание, вредные привычки, воздействие на организм, вредных факторов окружающей среды, ионизирующие излучения. Это все в комплексе воздействует, ведет к росту вот именно заболеваний, связанных с развитием различных новообразований. А экология совсем пагубное влияние может оказать? Ну, в одно из ведущих мест занимают. Всех напугал. Нет, ну мне просто интересно, мы живем уже здесь. У меня еще один уточняющий вопрос. А люди с ограниченными возможностями смогут обращаться к вам? Ну, если при помощи своих родственников и близких, конечно. То, что у них часто бывает тоже, что и ускоренные процессы старения в организме. Да, конечно. И много сопутствующих заболеваний. Да, да. Давайте еще раз напомним. Телефон 640 06 14, куда можно записываться. Он уже работает или пока в тестовом режиме? И с начала открытия он заработает полностью и будет работать, значит, для общественной приемной института биорегуляции. То есть с завтрашнего дня можно звонить? Звонить и узнавать о возможностях приемной и о приеме. Хорошо. Владимир Хаскович, вновь к вам по поводу здоровья нации и продолжительности жизни. Наш с вами любимый традиционный вопрос. Вы, как человек с богатейшим научным опытом и жизненным опытом, как относитесь к идее увеличения пенсионного возраста вот только за счет того, что просто дольше работать? Либо же надо со стороны, не знаю, государства, нашего общества прикладывать массовые усилия, чтобы здоровье нации как раз оно сопровождало и рост продолжительности жизни, а не просто за счет того, что мы будем дольше работать. Ведь нельзя увеличить просто так пенсионный возраст, когда люди могут не доживать до него. Так ведь? Да. Вы знаете, я хочу привести такой немножечко анекдотичный случай. Первый пенсионный фонд создал Генри Форд. Да, это правда, кстати. И пенсионный возраст был им установлен в 80 лет. Это было в начале 20 века. Поэтому мы имеем такой исторический опыт. Конечно, кто там доживал, это понятно. Понятно. Но вообще, скажу, ну, например, вот в России, вот взять, если Россию, это самый низкий пенсионный возраст в Европе. Если, например, самый высокий пенсионный возраст в Норвегии сейчас введен, 67 лет для мужчин и женщин. То есть там он равен абсолютно. Равен, да. Во всех странах он равен. Во всех. И в Швейцарии, и в Швеции, и так далее, и в Финляндии. Везде равен. Примерно где-то около 65-63-65 лет. Вот так вот. Я вот недавно визировал пенсионный закон Франции, как президент Европейской ассоциации геронтологии. Вот они поднимают пенсионный возраст. А сколько они? 64-65. Но там, видите, в чем смысл? Это не так, что завтра происходит. Это определенные люди определенного года рождения. Это постепенно. И об этом объявляют заранее, еще лет за 10. А не так, что завтра всем переизменили. У нас, насколько я понимаю, тоже идет речь не о следующем году. Ну, конечно. Но вы знаете, в чем смысл? Смысл эволюции. Дело в том, что наша цивилизация, человечество вступила в эпоху постарения вида. То есть количество людей старшей возрастной группы будет возрастать. Кстати, поэтому возрастают изображения онкологические. Потому что люди старше, и у них чаще возникает опухоль. И вот это процесс неумолимый. Ведь, безусловно, хотим мы, не хотим мы, во всех странах будет возрастать пенсионный возраст. Но который должен сопровождаться улучшением качества медицинской и социальной помощи. Вот о чем я и говорю. Это номер один. Первое, это улучшается медицинская помощь, ну, социальные различные аспекты. Дальше, возможности труда, сокращение вредных производств. Вот вы просто не знаете, но Россия занимает первое место по вредным производствам. И у нас в пенсионном фонде, вот я делал доклад, вот как раз в Австрии, в пенсионном фонде, у нас 30% всех пенсионеров выходят на пенсию досрочно, до 55 лет. Это вредные производства, так называемый список один и список два. Это вредные и особо вредные производства. И вот как раз сокращение вот этих вредных, видите, куда это идет на самом деле? Это сокращение вредных производств позволит уменьшить нагрузку на пенсионный фонд, ну и так далее. Поэтому это не простой вопрос, поднять или опустить возраст пенсионный. Это нужно подготовить инфраструктуру, инфраструктуру медицинских учреждений, социальных учреждений, экономическую базу подвести. И, безусловно, в будущем, если мы заглянем лет на 20 вперед, безусловно, пенсионный возраст будет другой. А какие бы пороги вы обозначили для России? Вы знаете, что я вам скажу? Для этого надо просто посмотреть вокруг. Вот, берем, возьмем науку. Какой средний возраст ученых? По-моему, он очень большой, 80. 74 года. Да, да, да. Это вот члены Российской академии цивидных наук. Но это связано с тем, что молодежи довольно-таки мало в науке сейчас. Вы знаете, нет. Мне очень понравилась одна передача, когда сказали, нет молодых и пожилых ученых. Есть ученые эффективные и неэффективные. Вот справедливо, абсолютно. Да, поэтому делить по возрасту нельзя. И ограничения, например, по возрасту, ну там, вот сейчас у нас введено ограничение по возрасту для ректоров, для директоров. Это абсолютно неверно. Пожалуйста, пример ярчайший. Вице-президент РАН, уряд Нобелевской премии, Варисован Чалферов. Да, да, да. 82 года. Блестяще. Никакой молодой за ним не угонится. Поэтому как раз люди должны быть работой до тех пор, пока они эффективны и пока они хотят. А, так скажем, насильное ограничение их трудовой деятельности, это неразумно ни для человека, ни для общества. Поэтому вот такая история. А вы согласны, что человек, когда выходит на пенсию, то ему уже сложнее, что называется, в жизни собраться? То есть работа для него таким стимулом является. Абсолютно вы правы. И даже были проведены специальные исследования в военной медицине, что те, кто рано выходили на пенсию, военные пенсионеры, они чаще умирали. Потому что человек, когда имеет нагрузку, привычную какую-то работу, и когда все это обрывается, и пустота, то это вызывает депрессию. И поэтому как раз длительная работа, но посильная. Вот мы внесли предложение, я внес предложение в Европейский Союз, сделать выход на пенсию градиентным. То есть, например, человек достигает какого-то возраста, ну там 60 лет, работает 6 часов в неделю, 65 лет, работает 4 часа в неделю, 70 лет 2 часа в неделю. Это позволит сохранить людям, ну людей сохранить в обществе, уменьшить нагрузку на пенсионный фонд. Это более было бы эффективно, более разумно. А не так, что всем одинаково пенсию раз, там 60 лет. И до свидания. Люди-то все разные. Есть 60 лет, еще, извините меня, молодые люди, энергичные. И духом, и телом. Как я, например. Да, Владимир Хаскович, вы вообще образцово-показательный представитель. Роман Николаевич, у меня к вам вопрос. Следующий, немного провокационный. Вот общественная приемная медицинская, это действительно, правильно сказал Владимир Хаскович, некая альтернатива, такая маленькая сама система здравоохранения. Как вы думаете, ведь не секрет, я думаю, вам Америку я не открою, то, что в нашем обществе, в нашей стране, к сожалению, все зависит от менталитета. И вот как-то не доверяют нас особо врачам. Поэтому всевозможные новшества могут приняться как-то неоднозначно. Вот не боитесь такой реакции? Мы готовы к этой реакции. И готовы работать с людьми, кто хочет заботиться о себе. А остальное уже зависит от тех людей, кто будет к нам приходить, кто будет обращаться, кто будет, ну, кто понимает, что ему это нужно, заботиться о себе, думать о своем будущем, о будущем своего здоровья. Как вы думаете, в нашей стране, или вот в Петербурге, институты семейной медицины, о которых как раз Владимир Хаскович говорил, он приживется? Ну, он уже есть, он уже работает и длительно достаточно. Семейные врачи уже давно выпускаются учебными заведениями. И в определенных субъектах федерации это основные, скажем так, основное первое звено, через которое больной человек попадает дальше. Ну, вот здесь у нас уже в эфире прозвучало слово депрессия, что называется, да, самокопание. Еще, возможно, разные варианты, а с психологическими проблемами будете помогать в центре? Или это уже другой профиль? По опыту работы в Москве я скажу, что очень много людей приходят с какими-то проблемами не, скажем так, медицинскими, а с психологическими проблемами. И также приходится подсказывать до выхода и как-то успокаивать людей, потому что многие вот при самокопании начинают себе придумывать различные заболевания. Ну, как говорит Владимир Хаскович, что многие болезни психосоматического характера, да? Все от головы. Да, 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 все от головы. А приходят пациенты, как в знаменитой книге, которые у меня, по-моему, и это заболевание, и это заболевание, которые себе напридумывали уже невообразимые диагнозы. Или погуглили. Да, вот я прочитал в интернете нелюбимые фразы врачей, насколько я знаю. Ну, есть такие, конечно, люди, и приходится с ними разговаривать, объяснять им, что не нужно придумывать себе, и не нужно свою нервную систему истощать таким образом и доводить себя до каких-то других заболеваний. А как вы думаете, Роман Николаевич, как можно привить вот среди обычных людей необходимую профилактику своего здоровья? То есть это надо с детства делать, либо постоянно посещать общественную приемную, или как? Вот кто должен этим заниматься? Ну, вы знаете, у нас в стране была уже система профилактики, которая сейчас, может быть, будет восстанавливаться. Ну, да, сейчас реформирование. Это нужно делать с детства, это нужно делать с детского сада, со школы, то есть приучение человека к прохождению профосмотров. Обязательная диспансеризация. Обязательная диспансеризация. Вот помните, раньше все делали флюорографию, да? Да. И мы практически вышли на первое место по снижению заболеваемости туберкулезом. Так и сейчас ее делают. Да, но не все делают. Не все требуют ее. А раньше на работе, на любой работе требовали флюорографию раз в год хотя бы. Да, да, да. А сейчас такого нет? Сейчас такого нет, да. Сейчас школа почему-то. Фактически заболевания органов дыхания, такие серьезные, как туберкулез, онкологические заболевания, они пропускаются и выявляются на уже таких серьезных стадиях. Вы упомянули о детях и детском возрасте, а с детьми к вам тоже обращаются, нет, люди? С детьми вопросы бывают, но в основном мы, конечно, работаем со взрослыми. Со взрослыми, да. Владимир Хацкевич, мы все к вам апеллируем. Как вы думаете, вот система таких требований, может быть, порой жестких требований, что вот как раз Роман Николаевич говорил, то, что там флюорография или же обязательная повальная диспансеризация, оно тоже может какой-то вклад внести в общее здоровье в перспективе нации? Как вы думаете? Безусловно. Я даже вот сейчас сидел и подумал, вообще должен быть некий документ, то есть как бы у человека, то есть алгоритм исследования его здоровья. То есть не алгоритм лечения болезни, а какая система профилактики, когда, что нужно сделать. И человек должен, ну это зависит от уровня воспитания, образования, от уровня интеллекта, если хотите. Человек, который разумный, он сам думает о своем здоровье. Вот мы даже встречаем, мы даже видим по нашему опыту, к нам обращаются люди, как правило, более высокого уровня развития, которые задумываются о своем здоровье, и понимают, что если ничего не делать, то ничего хорошего не будет. Ну да. Поэтому я думаю так, вот мы как раз и хотим сделать в качестве такого пилотного проекта создание некого такого алгоритма, когда, что нужно посмотреть. Это первое. И наткнувшись на ту... Вы имеете в виду возраст, да? Да, возраст, конечно, конечно. 25-30, 35-40. Да, да. И в то же время с учетом работы человека, где он работает. Вот раньше была очень хорошая медицина ведомственная. Ну, в свое время, помните, на Ламо была медицинская часть, на всех заводах крупных, которые именно этим занимались. Но когда все это рассыпалось, то сейчас все как бы и сами по себе. И вот мы хотим частично попытаться восстановить, ну для какого-то круга людей, не больных, я подчеркиваю, а те, кто, так сказать, активные, здоровые, и сделать вот такой эксперимент. В интересах города, в интересах населения, обязательно с научной подоплекой. То есть база здесь научная, конечно. И поэтому мы полагаем, что это, если хотите, пилотный проект или эксперимент, положительный для города. Если он будет положительный, его дальше можно будет развивать и дальше, что мы и планируем, и в других городах, и так далее. Вот поэтому я считаю, что это коррелирует вообще с развитием любого общества, с повышением его уровня культуры. И вот это доказано, что чем выше уровень образования, уровень культуры, тем дольше люди живут, и тем дольше они эффективно работают. И тем более повышается уровень информированности. Конечно. Это именно информационная составляющая здесь очень важна. Ну понятно, у нас мир информации, там, в одном интернете, там, как конца крайней. Нет. Нужно найти ту необходимую информацию, которая достаточна. Вот этот, как раз мы хотим помочь людям с этим, вот, как тут не заплутать. И что делать. В медицине ведь тоже можно прийти и делать бесчисленное количество анализов. Главное выбрать, какие надо. Конечно. Наиболее важные, наиболее информативные. Вот это крайне важно. Хорошо. Время, к сожалению, заканчивается. Роман Николаевич, давайте тогда подытожим нашу беседу. Еще раз. Где, когда, куда, что и как. Так, Санкт-Петербург, 2-я Советская, дом 7, метро, площадь Восстания, 20-го числа, 13.00. И телефон, да, давайте напомним еще раз. Телефон 640-06-14. Смело можно будет завтрашнего дня звонить, записываться в общественную приемную по вопросам здоровья. Ну что ж, я тогда вам пожелаю успеха в этом пилотном проекте. Надеюсь, что таким образом у нас, как вы правильно сказали, Владимир Хаскович, будет отличная, скажем так, платформа. То, что наши люди начнут заботиться о своем здоровье до стадии его лечения, о чем мы сегодня говорили. Чтобы поможете по всем мужским. И Роман Пинаев были на студии. Вам большое спасибо, что пришли. Завтра удачи с началом этого пилотного проекта. Спасибо большое. У нас срочная новость пришла из Кронштадта. Мы рассказывали, что 108 человек эвакуировали из детского сада. И вот, что нам сообщили сотрудники МЧС. Спасатели уже справились с задымлением в детском саду. Оно было вызвано коротким замыканием электропроводки. На данный момент дым уже рассеян. Специалисты исследуют проводку и вентиляцию пострадавших. Как нам сообщили, нет. Ну что ж, далее вас ожидает реклама. Сразу после нее выпуск городских новостей. А уже после новостей мы вернемся в нашу студию. И будем обсуждать другие важные и очень неоднозначные, я бы сказал так, городские новости.